Приветствую вас! Мне бы хотелось обратить внимание на несколько важных моментов, которые я увидел в тексте вашего вопроса. Во-первых, отвечая на ваш первый вопрос, который вы задаете, точнее последний вопрос, это вопрос, связанный с тем, разлюбили ли вы или нет. А я скажу так, что именно о том, что вы разлюбили, я бы говорить не стал. Просто потому, что, если бы вы разлюбили, вы бы, наверное, не хотели бы с ним быть больше вообще. А раз вы все-таки еще с ним, значит, о том, что вы разлюбили, говорить нельзя. Скорее происходит этап переосмысления отношений с молодым человеком. То есть вы его теперь по-другому видите, вы его теперь немножечко по-другому воспринимаете. А вы его воспринимаете уже не так, как раньше. И дело не в том, что вы разлюбили. Скорее, сошла влюбленность. То есть некая страсть и, наверное, идеализация мужчины. Вот этого больше нет. Теперь вы видите его более реалистично. Теперь вы более полно отдаете себе отчет, что это за человек. Какой это человек. И вы теперь смотрите на него лучше, как более с трезвыми глазами, более холодными глазами. И это, безусловно, естественно. То есть нельзя сказать, что вот то, что вы испытываете сейчас, это прямо все разлюбили. Нет. Это разлюбили. Но воспринимаете его теперь иначе. И это хорошо. Это нормально, естественно. А вот теперь, когда влюбленность прошла, можно говорить о чем? Можно говорить о том, есть ли у вас что предложить друг другу, помимо этой влюбленности. Потому что она, эта влюбленность, есть. Все хорошо, прекрасно. Влюбленность есть. Но помимо влюбленности, должно быть что-то еще. Уважение, общий интерес, общие взгляды, ценности может быть. Возможно, что-то еще. Не буду здесь и сейчас, прям перечислять все. Это на самом деле довольно много. Тем не менее, факт остается фактом. Вам необходимо для себя определить, так ли у вас с ним, с молодым человеком, я имею в виду, по-прежнему много общего. Или нет. Если нет, то вам необходимо рассказать. Приходить к определенным консенсусам, прислушиваться друг к другу, может быть. Стараться более полно себя понимать. Друг друга, я имею в виду. Вы понимаете, вы стараетесь лучше понять его. Молодой человек, например, старается лучше понять вас и так далее. Все это правильно. Это естественно. Это хорошо и верно. И если этого не происходит, если этого не будет происходить между вами, то, к сожалению, ссорий будет больше, и вы все больше и больше будете друг от друга отдаляться. Потому что влюбленность проходит так или иначе, и она заменяется уважением, пониманием, стремлением идти навстречу друг к другу. А также различными общими аспектами ваших отношений. То есть, тебе настала пора именно работать над отношениями, именно выстраивать их. Простите, может быть, за избитую немного фразу. Может быть, она вам не очень придется порыщать. Тем не менее, это не отменяет ее значение, это не отменяет ее смысл и ее важности. Итак, об именно том, что вы разлюбили, я бы говорить безусловно не стал. Потому что это не то, что мне представляю, что сейчас происходит. Происходит просто постепенный вывод проблем на передний план. Проблемы эти действительно были всегда, они существовали всегда. Просто вы о них не задумывались, вы их не замечали, теперь они появились. И их нужно как-то решать, дабы они не избортили вам вашу жизнь. И решать можно только путем совместного диалога, возможно, через психолога. Здесь, опять-таки, решать вам. Вот на какие моменты я хотел бы обратить ваше внимание сейчас. Ну, во-первых, 10 месяцев вы встречаетесь с парнем. Ему 25 лет, и вы у него первые. Не хочу показаться вам каким-то низкоморальным человеком, но на данный момент очень большая редкость, что мужчины, ну, скажем, 24 года, не вступали в сексуальные отношения. Что-то этому подпадствовало. И с этим нужно разбираться. Далее. Привычки человека. Подумайте, как конкретно привычки его влияют на вас. Как они затрагивают конкретно эти привычки в вас. Если вы чувствуете, что какие-то привычки вам вредят, вы вправе ему об этом сказать. Молодому человеку, своему, что, прости, но вот то-то, 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 мне вредит. Я хочу, чтобы ты это не исключил, не убрал, а только сделал так, чтобы мне это не наносило вред. Отношения с родителями. Здесь не очень понятно, отношения с чьими родителями. С вашими или с его родителями, но так или иначе. Тот фильтр, через который вам нужно пропускать все это, остается тем же. Это фильтр, связанный непосредственно с вредом вам. Далее. Его установки на жизнь тоже самое. Далее вы пишите, сложно себя контролировать. Контролировать в чем? То есть, вот какое противоречие вы испытываете? Вы хотите на него накричать? Вы хотите на него поругаться? С чего вы хотите? Попробуйте это для себя сформулировать. С чего вы хотите? Дальше. Следующий важный момент. Вы пишите, мы с Джошием Соренцем, значит, в сексуальном плане тоже не все гладко. У нас нет нормального секса. Да, в современном отношении, под отличным психологическим причинам. Это было не очень плохо. То есть, в сексе нужно разговаривать, нужно выявлять причины. Вполне возможно, что за стороны мужчины, причины куда более серьезные, раз, ну, было то, о чем я говорил, и об этом нужно разговаривать, и кинули на обратиться к специалисту. Без секса, который был удовлетворен в обоих партнеров, вам будет очень-очень сложно. Далее. Далее вы спрашиваете, можно ли научиться преодолеть этот кризис. Да, кризис преодолеть можно, если только вы будете стараться решить с проблемой, в том направлении, в котором я озвучил. Выпись, я не хочу ручить отношения, потому что парень хороший, и с таким нужно создавать семью. Нужно кому? Для чего? Зачем? Зачем вас создавать средневаривальную семью? Зачем вообще создавать семью? Почему вы считаете, что это именно нужно? Откуда вот это вот чувство долга создать семью? А может быть, мужчина еще не готов создавать семью? Как быть с этим? А может быть, мужчина другого мнения? Для вас семья – это что? Для вас семья – это самосель? Вы понимаете, два человека, любящих друг друга, постепенно приходят к пониманию того, что они хотели бы создать семью. А у вас это напоминает, знаете, такой план, то есть вот, нужно создать семью, вы ее хотите создать. и у вас нет никакого допущения погрешности в этом. Это плохо. Потому что другой человек в отношениях вполне может быть унесет определенные коррективы. И весь вопрос в том, насколько вы будете к этому готовы и для чего вам все-таки, для чего вам семья, что она вам, по вашему мнению, должна дать. Если она вам должна что-то дать, если это неестественная форма развития отношений с молодым человеком, то тогда вам необходимо припромозить и подумать, а так же мне семья важна. потому что вполне вероятно, что вы неосуданно воспринимаете мужчину как средство для достижения своей цели. В данном случае, эта цель не что иное, как создание семьи. Но семья не дала вам ничего. Наоборот, семья – это то, что вы создаете сами, и то, что вы складываете. И тогда, совершенно неважно будет она у вас или нет, главное, чтобы отношения с молодым человеком были хорошие. А это значит, что никакого нужно, никакого долга, никакого принуждения у них нет. Отношения – это не то, к чему можно принуждать. Это не та сфера, где можно принуждать. Поэтому этот момент тоже постарайтесь учесть. Если вы эти все проблемы не решите, которые вы перечисляете, то о какой семье может идти речь? Вы же постоянно ссориться будете. А если у вас появятся дети, они будут от этого страдать. Поэтому не терапитесь подняться с созданием семьи. Сперва попробуйте решить все проблемы. Если нужно, задействуйте специалистов. Если мужчина не хочет, скажите, что это нужно для вас, чтобы он ради вас это сделал. Тем самым подтверждая, что он вас любит. Только так, я думаю, можно решить ваши проблемы. Хотя, поначалу неплохо было бы провести пару консультаций именно с вами. Но это пожелание. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Надаваю вам всего самого доброго и удачи.